Друзья, слишком много писали, но, Жендос, запиши ты хоть что-нибудь, где ты, где ты пропал. Все. Телефон разрывался. Я не мог, ну, я настолько не мог никому ни ответить, ни писать. Началась вообще вся моя вот эта вот глупая история, по-другому ее никак не назвать, с того, что я на протяжении многих лет периодически, и с периодической сложностью употреблял алкогольные напитки. Что вы видели? Это стало первым звонком. Это случилось в феврале 23-го в ночь мне сделали операцию, со мной долго возились. Опять же, я не оправдываюсь ни в коем случае, и просто, чтобы не было у вас столько вопросов, вы понимали, куда я периодически пропадаю. Сейчас со здоровьем, пока у меня большая беда. Но я все равно, я стараюсь, и на мою, опять-таки, наверное, глупость старался и заниматься, и из чего чего-то мне быстрее хочется. Все, спешу, спешу куда-то, делаю ошибки. Сейчас выпил таблетку. Сейчас еще надо выпить таблетку, я сейчас нахожусь как в тумане, как приду мне в Стармид. Какому-то... А как раз, добрый водой. потому что это полный абзаакс все пытаются сразу меня увлечить пропал запил я вам сказал я слов на ветер неужели если вы мои друзья вы думаете что опять я буду пить алкоголь как-то его принимать когда-то но это надо быть полным самоубийством вот первая операция была сделана 23 в ночь на 24 февраля меня спасли можно сказать из уже клинической смерти когда шансов как врачи уже потом сказали мне они не говорили их не было спустя это время прошло число 5 5 число но месяц я ходил к местному хирургу местному врачу он ну что они делали во первых они выпустили меня с открытым здесь еще снял сделали заделали снял ходил ну сняли швы у них тоже карантин хирург ушел туда сказали купить бандаж лежит носить бандаж и в этой всей спешке чтобы меня побыстрее выписать отправили в нашу ну кто рязанский знает в десятую больницу то я ходил в местный у нас тут филиал вот тот ихний главврач с меня его снимает кидает мне его в пакет говорит тебе его носить нельзя оставь его ну ладно я поехал расскажу все сначала может далеко получится но кто интересуется послушает поехали готовили вот как раз плов с трех казанами с узбеками с магомедом физических нагрузок спасибо ребятам они меня огородили от физических нагрузок не делал ничего поставили мне там скобу сшить вот этот вот разрез ну прошел наверное меньше месяца вторая выпуска я обратно же загремел в больницу там в принципе посмотрели опять посовали капит лампочки вроде все нормально затянулось ну чё как врач говорит сейчас тебе нужно отъедаться как можно больше набираться сил вроде вроде уже вы как видите такую ерунду я не ем ничего не ем ладно мне как тянется но вот не могу я сидеть на месте тем более у меня есть в своей душе такие обязательства перед человеком перед любимым человеком которому я обязан я сейчас не буду приписывать там родителей да потому что ну родители это это родители им огромный поклон во веки веков мне хотелось быстрее реализоваться все сделать опять ничего не выжидать сказали год где-то без всяческих нагрузок физических каких-то либо но не поспешил ну вот привык я так не могу я видеть свое тело изможденное я начал потихонечку вас мы видели отжиматься заниматься дома пока с гантельками но это на меня никак не сказывалось устроился на работу водителем на зале обещали хорошую зарплату я ничего не спорю зарплату я еще не получил воли судьбы сейчас вот буду звонить начальник он в курсе ему показал у меня появилась грыжа то есть кто не понимает это сросся вот это вот мясо а что внутри оно разошлось то есть я мог туда совать руки ну я не специально конечно совал туда себе руки ну я чувствую что это не так мне надувала вот эта шишка я приходил домой я не мог не спать ничего опять таки я поспешил понимаете то что было оно осталось в прошлом даже этой болезни я всегда был благодарен то что она дала ну дается чтобы избежать худшего болезни я не помер да но если бы болезни не пришла я мог бы дальше по силе обстоятельств алкоголизма прогрессирующего пить выпивать надеюсь как говорится на какой то там авось и чем бы это закончилось уже неизвестно поэтому болезнь можно сказать еще и спасла меня и вот опять с этой грыжей тоже болезнь скосила меня потому что это было невозможно но вы знаете когда болит ну тебе не до чего тебе не до ответов в смс как тебе не каких то этих а люди пишут пишут и самое как бы обидно то что пишут все опять забухал ты опять бухаешь ну если вы на самом деле мои друзья или вы считаете меня за клоуна чтобы ну порадоваться там на чужом каком то там несчастье или еще кем чем то да вот так вот что бывают таки люди когда у других плохо мне от этого становится хорошо вышел так что вновь пришлось обратиться к хирургу физически нагрузки меня иссякли как вы видите уже совсем ближе практически нет но я не считаю себя каким то там доходным или еще чем то кем то я могу постоять за себя за свою семью в любом случае и я буду все равно бороться до конца а почему нет так часто видосов ну вот о чем если я валяюсь на больничной койке о чем когда в рейс где в рейс меня не слышат но ну как я то есть наплевать на все загнуться за рулем сейчас вот вроде я прихожу в себя даже вот вчера ко мне приезжал человек а я как раз вот принял только еще одну таблетку а от них ходишь ты как в космосе казалось что я с похмель ну да ладно это каждого свое я на это неси как бы я уже давно расплачиваюсь давно потерял веру какое то доверие ну вот даже сейчас я буду звонить начальнику узнать что то как когда мне можно на работу а раз расклянчиваться вот так как бы плохо не было оно не стоит той своей цели которую я поставил изначально вы это ее все помните я к ней вот этим путем другим путем если на все такая воля я все равно к ней приду из этого я исцелюсь не с таким люди как бы жили звоню послушаем недоступен ну перезвонить значит и как быть нужно наверное работать работать над собой иногда так получается что погонишься за деньгами потеряешь здоровье потом в итоге заплатишь больше единственное вот чего ну хочется это веры веры родных веры близких веры любимых что что ты вправе сколько бы раз ты не ошибался но все равно ты вправе измениться поменяться он тоже один тому да даже даже говорить нечего я вам могу сказать только одно что мы все равно будем жить куда мы нахрен денемся правильно братва русские как говорится не сдаются меня просто еще как бы ну догнетают вот это вот все кто-то скажет да ну наплюй ну наплюй а когда знаете вот после всех этих болезней передрях с грани этого и этого и только только ты чуть-чуть пытаешься встать на ноги и что-то опять какой-то там казус заметьте об алкоголе речи нет больше и не может потому что даже даже с болезнью еще с чем-то я буду все равно над этим работать с этим принимать какие-то меры но я хочу жить я хочу жить я хочу жить начать жить хотя бы как хороший нормальный человек как настоящий человек как все люди состоящий своей семьей где тебя будут любить уважать где будут верить с появился в сети все осмотр все мне привет это евгений кузин ничего какие у вас дела лучше чем было в том а ничем не там наверное ну я могу догадаться что ты мне сказать можешь приехать там забирать там ну и в общем что там созвонимся и с этим да но да сейчас я дома в Дягилево на таблеточках так такие вот такие акадии вот заранее 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 бы знать а все тянуть все хочется заработать да побольше а а все выходит это боком ну вот а да так то вроде ходил то нормально это я же не думал что просто придется диваны там таскать у меня диван вот этот последний который с клиентами которые ругались не хотели вытаскивать пришлось выгребать это и после вот этого началось вроде нормально нормально а потом такая боль что что ж вообще невозможно и ну и как бы я и не думал что придется так вот таскать я думал но водитель как экспедитор да вроде оно ничего вроде так поболит и все поболит и все а вот ну да чё чё ну да чё чё ну да ну а так чё я по деньгам хоть чё заработал ну да блин жалко конечно не хотелось бы это ну не хотелось бы этого всего так то все устраивало если только силовым поясом работать ну а так чё ну а так чё тут тебе это не то что у меня просто блин сам знаешь везде чисто водитель это очень тяжело где найти а так надо чуть ли себя сейчас поберечь блин просто-напросто хотя бы месяц два-три чтоб вообще ничего не таскать не делать ничего такого а поберечь тоже знаешь внутренне что ты сидишь чувствуешь себя каким-то этим изгоем блин не пришли вроде хочется что-то помогать начинать ну вот сейчас пока потихоньку лучше так поводить вам ради поможешь нахер это дело серьезное сейчас даже все нормально я просто тот раз даже не понял что у тебя операция была вообще только два месяца назад ты что-то я думал ты мне показал у операции я подумал а ну все уже с животными нормально а потом когда ты мне последний день сказал что-то ну да я в последний говорю что шишки-то вообще надулы ну вот когда ты мне сказал я-то не знал что вообще она у тебя я думал давно операция была когда мы с тобой разговаривали я не думал что когда говорил два месяца назад я такой просто даже что-то не помню или минуту вот что ты делал ну ну а живешь чуть-чуть что приедешь все посчитаем все все нормально не волнуйся все за работу все твои ну давай Серега не обижайся если подвел если там что-то всех подвел расстроил сам что-то настроение тоже такое прям упадческое упадческое а куда идти вот так сейчас ну куда вот в смысле с моей вот этой ничего не таскать что таксистам каким их как собак тоже не резаных никому не нужен блин а где что даже даже где что возить все равно да таскать придется ну так вообще само собой где что-то если это то такого сейчас ну у меня как нет таких чтобы вообще все равно везде постоянно какая-то во-первых грузоперевозки они все всегда надо подать с машины надо подать уже надо подносить подавать то есть они всегда будут связаны вот в чем дело короче я в кабале ну ладно не буду отвлекать тогда да я созвоню давай всего хорошего давай ну вот может быть слышали позвонил с начальником или что он сам когда я устраивался это все дорого это я просто сентиментальный человек я не думаю что я там тряпка какой-то или это кто меня знает те знают что я никогда заднюю не давал за себя я всегда постою чем могу обидно вот вам ответ на то что когда будут поездки блин вот сижу мне не хочется очистить с таким мордой и сейчас перед вами умылся умылся значит что мы имеем в виду что вот эти всякие грузы перевозки грузы хироски ну потому что ну потому что это реально блин у меня на штативе стоит спасибо Таню что принесла штатив блин есть но этот эмоциональный эмоциональный фон на фоне блин этих таблеток я просто никогда не мог так себе представить что мужик он должен зарабатывать деньги нормальные деньги чтобы содержать семью всегда рвался на такую работу на любую что платили бесщадно не жалеть себя но это хуже всего и гнался гнался всегда за этим и думал что жизнь она как бы игра что случится с кем то но только не со мной опять же могу себя только ненавидеть потому что голова болит потому что если бы не алкоголь то сейчас у меня все давно было бы на своих местах и даже больше я бы все бы я мог дни охота да как говорится а вот эти вот писанины да не обращать внимание не отвечать ну как я так тоже не могу блин я по натуре я так добрый человек я вот я никогда в жизни никому не желал даже чем мне не делали не желал зла не хотел ему причинить этого зла по сути то как говорит все бумерангом но как говорится не стоит впадать в отчаянии я буду думать как жить дальше как прожить этот период восстановления пусть есть пусть я сейчас один здесь заперти но в душе я чувствую поддержку тоски навел да на вас совсем какой тоски а а женёк женёк для чего ж ты себя довел не будем унывать не жалею не зову не плачу все пройдет как спелых я блондин увяданья золото охвачены я не буду больше молодым увяданье золото охвачены я не буду я не буду больше молодым я не буду молодым ты теперь не так уж будешь биться и сердце тронут а е колоком и страна перезового сица и межорского края не заманишь а шляться босиком и страна березово возниться не заманишь шляться босиком дух бродяжи Ты всё реже-реже расширеливаешь пламя стюз. О, моя утраченная свежесть, Пусть поглаз и половодья чут. О, моя утраченная свежесть, Пусть поглаз и половодья чут. Я теперь скупее сдал желание, Ах, жизнь моя, еле ты приснилась мне, Словно я весенней гулкой раннюю Проскакал на розовом коне. Словно я вечерней гулкой ранню Проскакал на розовом коне. Все мы, все мы в этом мире тленным Тихо льётся с клёнов листьев медь. Будь же ты вовек благословенной, А что пришло в процвести, А помереть? Будь же ты вовек благословенной, Ай, что пришлось в процвести умереть. Ай, я цел не знаю где, А в пьянстве то ли вславили, А в молодости нравился, А теперь оставили. Ай, я цел не знаю где, А в пьянстве то ли вславили, А в молодости нравился, А теперь оставили. в вот такой не крала ул и пилов господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного